Продолжение следует... 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 Вот сейчас вы видите, по правую руку от вас, а по левой от меня находятся вот здесь стеллажи с книгами. Что это за книги? Эти книги проходило у нас такое большое мероприятие, когда мы спрашивали на молодежной кафедре и спрашивали у наших ребят, которые учатся в высших учебных заведениях, в техникумах, уже нет техникум, в колледжах. И мы спрашивали, а какую книгу, которую ты прочитал сам, ты можешь порекомендовать своему сверстнику? И вот те книги, которые они знали, они сами и поставили вот сюда, на эти самые полки. Поэтому вы можете обязательно посмотреть, что читают ваши сверстники и порекомендовать. Конечно, здесь проходит, вот два месяца мы уже видим, два месяца работы этого центра. Вот мы открываем его спустя два месяца, месяц вернее. Здесь проходят очень интересные встречи с читателями, встречи с писателями. Я не ошиблась именно с читателями, потому что здесь открыта театральная студия. Наш молодой человек, читатель, ему 20 лет, он собрал единомышленников. Вот на импровизированной сцене, которая находится за мной, они ставят уже второй спектакль. Первый спектакль был посвящен Марии Каллас. Очень удивительный. Но самое главное, что мы хотели, и смысл этой точки роста, этой библиотеки, самореализации, чтобы здесь был командный дух. Чтобы человек не просто один молодой человек пришел сюда, чтобы он мог здесь провести целый день. И поверьте, здесь есть чем заняться. Вот когда-то нам сказали, что в библиотеках в прошлом году должны быть открыты шахматные клубы, шахматные кружки, шахматные уголки. Вот такой шахматный кружок. И сегодня вы будете, я надеюсь, играть. У нас будет сеанс одновременной игры с нашим гроссмейстером. Вы попробуйте свои силы. Вы попробуйте свои силы здесь, в этой библиотеке. И сегодня, и в последующие дни, когда будут проходить творческие баттлы, квесты, театральные какие-то мероприятия, студии. Но во всяком случае, я думаю, вам здесь будет очень интересно. Вы знаете, я хочу пожелать сотрудникам этой библиотеки доброго пути. И на самом деле, я вот в руках держу два журнала. Это журналы наши, профессиональные библиотекари. Они не московские, они питерские. Это журналы «Библиотечное дело», которые очень уважаемые среди библиотечных работников. Вот два номера этих журналов посвящено как раз точкам роста, которые открыты в нашем округе. Поэтому мы хотим нашей библиотеке подарить эти журналы. И для того, чтобы они написали свою статью и продвинули еще раз наши московские библиотеки, неважно, в московском журнале, в журнале Петербурга, чтобы о вас обязательно знали. Поэтому желаем вам всего самого-самого хорошего. И самое главное, чтобы у вас было много-много молодых читателей. Вот таких, которых сейчас мы видим в зале. Все, поздравляем вас. Точка роста открыта. Ну тогда я желаю вам очень хорошую. Сегодня очень большая программа, вы ее все получили. Я желаю, чтобы все у вас прошло сегодня успешно. И чтобы мы как можно чаще видели вас в наших библиотеках округа. Все, коллеги, а если можно, я вам проведу экскурсию. Хорошо? Поаплодируем, пожалуйста. Точка роста открыта. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Программа открытия точки роста библиотеки. Она снимается. Сейчас у нас состоится диалог. Игра как способ развития интеллекта, творческих способностей и самореализации. Сюда? Да, можно сюда. Можно вперед. Я поближе сюда тоже подойду, для того, чтобы мне... АПЛОДИСМЕНТЫ Можно микрофон? Можно микрофон? АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас поставить ребятку. Раз, два, два. Раз, два, два. Раз, не работает. Ну ладно, пока попробуйте. Не будем тратить время. Ну что, представлюсь. Наталья Ивановна Шатила. Московская служба психологической помощи. Есть в городе такая, большая, огромная. Почти там 300 специалистов. В каждом округе есть несколько подразделений этой службы. Служба бюджетная, государственная, для москвичей. И, как бы, вот я не случайно здесь сегодня. Для того, чтобы, ну как бы, ребят, вот вместе с вами разделить то, что сейчас говорили. Самореализация и точка роста – это пространство творчества и создания самих себя. Это удивительное дело. И, как бы, психология, как, в том числе, как инструмент саморазвития, как бы, очень цена в данном случае. Немножко, несколько слов скажу о службе, чтобы вы понимали. Если будут вопросы, вы можете задать час, остаться потом. Для кого служба? Я, еще раз повторяю, для москвичей, как бы, можно позвонить, получить ответ на любой вопрос. Можно прийти к специалисту и, как бы, постараться помочь себе в ситуациях затруднений. Особенно устал от экзаменов, какие-то ссоры с товарищами, какие-то трудности с педагогами. Вопросов много. Мы растем, сталкиваемся с какими-то препятствиями в жизни. И для того, чтобы легче их пройти, получить силу и поддержку, возможность двинуться дальше, быстрее, творчески. Это можно делать. Колоссальный инструмент, кроме всего прочего, это тренинги. Вы можете ходить и использовать службу именно тоже, как точка роста. У нас есть лидерские, по лидерским качествам программы. У нас есть программы по, ну, как бы, процессам, как развить себя в разных направлениях. Поэтому, пожалуйста, можно этим пользоваться. Ну что, вопросы есть по службе? Нет. Нет? Молодцы. Я рада сегодня, вот, потому что здесь моя любимая школа, 138-я, у меня девочки учились в этой школе, да? И с библиотекой была всю жизнь связана моя мама. И поэтому, вот, я библиотеку считаю храмом, я выросла в библиотеке. Я очень ценю труд людей, которые являются проводниками в этой жизни. Для нас, вот, в мир литературы. Знаете, ребят, я что хочу сказать. Мы, взрослые люди, наверное, ну, как бы, создавая себя и продолжая создавать, сейчас для вас выступаем людьми, которые открывают вам, ну, как бы, тоже дверь в мир. Ваши педагоги, это проводники. Дело в том, что компьютер тоже проводник, да? Он тоже помещает в нас пространство и дает нам, вроде бы, очень много. Сегодня без компьютера немыслимая вообще жизнь. Но это очень тонкое, аккуратное пространство. Пространство, в котором наряду, как бы, с позитивом есть много опасностей и сложностей, да? Кто-то за нас очень многое определяет. Вот заходите вы написать творческую работу, заходите в поисковик, да? И получаете вы на первом предъявлении далеко не качественные вещи, потому что рейтинг выходит то, что больше всего кликается, да? А для того, чтобы написать работу нестандартную, неинтересную, и использовать глубокий материал, вот возможности такой нет. И часто приходится идти в научные библиотеки сюда для того, чтобы, ну, как бы, компетентные люди подсказали вам что-то более глубокое, понимаете? Дальше Википедия, когда мы ищем, вот, недавно была потрясающая передача о том, что то же самое управляют и дирижируют этим вот ресурсом люди и порой, ну, как бы, в своих интересах корыстных зарабатывают деньги, формируют совсем другое сознание, когда, как бы, в нужной, искажая информацию о многих людях, то есть, как бы, о процессах. Поэтому я вас очень прошу, колоссальный источник рост, но использовать очень аккуратно, да? Что есть в библиотеке, вот, на сегодняшний день, это удивительно, вот, даже то, что сейчас я тоже не знала, да, вот, обозначили, что есть. Это потрясающие вещи, театр, квесты, это, ну, как бы, реализация в области наших эмоций, как мы можем себя развить с точки зрения чувств, потому что все определяется нашим чувствительным рядом. Мы живем, встречаемся с трудностями, и потому как, и потому как, ну, мы реагируем, можно я лучше так, ладно? Лучше, лучше. Лучше, да? И потому как мы реагируем на трудности, да, как откликаются наши чувства, переживаем мы, страдаем, обижаемся, злимся, то есть, вот, живая ткань нашего мировосприятия с помощью театра, с помощью переживаний, как бы, двигается в нужном нам направлении, то есть, мы проходим, ну, через какие-то, ну, как бы, школы, вот, собственного осознания и понимания себя, это очень важно. Но я все-таки сегодня еще хочу, вот, сказать следующее, так как психология дать вам возможность сегодня немножечко, тоже чуть-чуть почувствовать это пространство. И, смотрите, так, что мне еще вам рассказать? Смотрите, мы сейчас с вами попробуем сделать следующее. Я подойду к компьютеру. Спасибо. Спасибо. В нашем случае вопрос, вернее, точка, возможно, только в вопросе, да, потому что, вот, скажите, для вас что такое точка? Знак применения, который что-то ограничивает и заканчивает, правда, да? Устраивает нас это? Вот по жизни устраивает? Я не случайно сказала, что в нашем случае, как мы понимаем здесь точку роста, это что значит? Начало откуда? Некий некоторый ответ. Некоторый, начало, да? Вот точка, это фиксация ситуации здесь и теперь, да? То есть она фиксирует какое-то мгновение, но точка это и бесконечность в этом мгновении, правда, да? То есть в этом отношении я еще раз вот хочу вас, как бы, ну, ваше внимание сориентировать на том, что точка только под знаком вопроса. Мы придем сюда, движимая вопросами, и найдем здесь ответы для себя каждый. Попробуем себя в разных ипостасиях, получим какой-то опыт для того, чтобы двигаться по своей жизни, да? Вот сейчас я еще хочу сказать следующее, смотрите. Вот есть такое понятие креативности, слышали, наверное, понимаете, да? Это некое творческое отношение к делу, создание чего-то нового на уже имеющейся базе, да? Вот один наш замечательный коллега, профессор Академик Осмолов, говорил следующие вещи, анализирую сегодняшний день. Он говорит, что сегодняшнее время, это время вызову, время, как бы, напряжений больших очень, время есть такое стремительное, и креативность есть ответ на проблемы сегодняшнего дня. Вот тут постаршие ребята подумайте, почему... Почему креативность, вот, как вы думаете, будет ответом на проблемы сегодняшнего дня? То есть нам надо с вами... Зачем нужна вообще креативность? Зачем нужна креативность? Пожалуйста. Ну, креативность обычно нужна для того, чтобы скрасить серые будни. То есть это становится более как-то веселее, более жизнерадостно. Поэтому, как бы, если посмотреть с креативной точки зрения на какую-то проблему, то ты посмотришь на нее под другим углом, и она совсем в другом свете будет играть для тебя. То есть ты, может быть, считаешь, что это проблема, которую решить невозможно, потом смотришь с другой точки зрения, и на самом деле получается очень легкий выход из ситуации. Спасибо. То есть креативность как средство изменить мир, себя и мир вокруг, да? То есть, может быть, еще есть какие-то ответы? А что такое креативность? Кто может пояснить это манять? Креатив. Креатив – это что такое? С какого языка? Создавать. Создавать, творить. Создавать, творить, да. Смотрите, ребята, удивительно, почему креативность является ответом на вызов сегодняшнего дня. Вы знаете, удивительно в том, что креативность – это действительно создание чего-то нового. Сейчас двигаться какими-то только технологиями и шаблонами невозможно. Жизнь настолько стремительна, настолько все меняется, и способен отвечать на вызови сегодняшнего дня человек, который действительно играет, относится к миру вот так творчески. И способен, вот даже мы как специалисты, если мы, вот мы выучились чему-то, знаем методики, какие-то школы психологические, к нам приходят люди со своими трудностями. И если мы воспользуемся стандартами, мы не справимся с проблематикой людей. Потому что важно очень как бы двигаться и понимать, что человек уникален каждый. И каждому нужен свой подход. И тогда мы тоже меняемся и двигаемся вместе с человеком, да, обогащая, может быть, те методики, которые вот есть у нас в арсенале. И в этом смысле действительно креативность – ответ на вызов сегодняшнего дня. Специалисты креативные стоят сейчас крайне дорого, да, есть в фирмах должности такие, как креативный директор. В жизни, помните, вот сейчас говорят, ваши школьные программы, как мне сказали, устроены, образование не на всю жизнь, а образование через всю жизнь. То есть учимся постоянно, учимся на протяжении всей жизни. Если раньше профессию меняли там, ну буквально на несколько лет говорили, что нужно менять сферу деятельности, обогащать себя, ну где-то через 7-8 лет, 6, да, то сейчас 3 года. То есть настолько темпы большие, вот вы учите сейчас одному, к окончанию школы, как бы появится совершенно новая задача и новый кластер знаний, который вам придется как бы осваивать. Хорошо, вопрос. Наталья Ивановна, можно я задам вопрос? Можно. Вот Наталья Ивановна сейчас очень подробно говорила о том, что такое креативность, но вот если без слов. Вот смотрите, я вам сейчас дам два предложения, они совершенно не связаны друг с другом. Ваша задача, ну чуть-чуть, так сказать, посоображать креативно и увязать эти два предложения. Значит, первое предложение такое. Хулиган разбил стекло. Предложение второе. Менеджера повысили в должности и поставили на уровень директора. Ну вот этого учреждения. Пожалуйста, какие есть варианты, как можно связать эти два предложения? Креативно. Хулиган разбил стекло. Первое утверждение. А второе утверждение. Менеджера повысили в должности. Разбил уже в должности. А? Что он разбил? Наталья или намерен? Хулиган разбил стекло. Менеджер просто этого учреждения. Условно говоря. Что только хулиган могли повысить в должности. А? Потому что он креативненько, поскольку ничего не боится. Смело действовал, не боясь разбить стекло, что ему за это что-то будет. И он пошел по жизни и дальше его повышали. Слышали, да? Да. Значит, хулиган разбил стекло, был смелый, поэтому ничего не боялся. Его стали продвигать. Шел вперед, его повысили в должности. Пожалуйста. То есть разбивавший был хулиган. Менеджером, да? Потом стал менеджером и повысился. Пожалуйста. Я по-другому. Громче. Просто давайте, пока я по-другому связала. Да, да. Разбили стекло. Нужно чем-то его заменять. А Мэй же придумал, как бы сделать, поставить ветровое стекло, поставить, сделать базаричное стекло. Некрасиво и удобно. Как бы, как бы, заделаешь дверь, по-прочему, проще, не... И руководство это оценило и повысило его в должности. Да, замечательно. Совершенно замечательно. Ну, еще какой-нибудь, давайте, третий вариант для креативности, для сравнения. Вот кто-то хотел здесь, девочки. Громче, не бойся, не бойся. Ну, скажи, что ты хотел. Я не хочу. Хочешь? Хорошо. Если я вам дам такое предложение. Значит, автомобиль проехал на красный свет. А второе выражение. Библиотеки открыли точку роста. Пожалуйста, свяжите. Автомобиль проехал на красный свет. В библиотеке открыли точку роста. Есть какие-то варианты? Как можно связать вот необычное, совершенно нетривиальное, чтобы они оказались вместе связаны? Есть какие-то варианты? Тешуна, да? Трудная ситуация, давай. Я потом озвучу погромче. Водитель автомобиля, он очень спешил, поэтому проехал на красный свет. А почему он спешил? Он спешил сюда, чтобы присутствовать, потому что он был директором, как вышестоящим членом, и без него точку роста не открыли бы. Все слышали? Значит, я просто воспроизведу. Значит, автомобиль проехал на красный свет, потому что водитель очень спешил. А спешил он на открытие точки роста, потому что он был, ну, как бы важным представителем, без которого это начало не могло бы состояться. Замечательно. Наталья Ивановна, продолжай. Ну, вот видите, смотрите, значит, очень показательно. Давайте дальше продолжим тогда игровую составляющую. Вот сейчас мы тоже попробуем увидеть в обыкновенных вещах что-то необыкновенное и почувствовать это на себе. Я сейчас хочу пригласить сюда, ну, как бы, будущую кинозвезду, которая сейчас будет исполнять игру. Кто хочет? Пробуйте, смелее. Сейчас нам нужен, ну, главный герой, переводчик. Кинозвезда приехала к нам. В другую страну, потому что она говорит на другом языке. Кто готов? Нет, по-русски будем перевозить. Пойдемте, спасибо большое. Проходите. И сейчас нам нужно... Давай, я тогда дам инструкцию, правда, ты тут? И сейчас нам нужны журналисты. Девчонки, пойдемте. Человек пять, четыре. Пойдемте, девочки, выходите смелее. Девчонки, выходите. Пойдемте, пойдемте. Еще девочки постарше, пойдемте, очень важно. Так, девочки, давайте, вы знаете, как, развернуем стульчики сюда в залу. Разворачиваем. Проходите. Сюда вот. Смотрите. Девочки, лицом к залу садимся. Смотрите, ваши задачи будут следующие. Вы должны максимально расспросить звезду, кинозвезду, о том, какую роль она в фильме исполняет, почему она так знаменита, как ей удалось достичь такого. То есть о ней побольше и о той премьере фильма, к которой она приехала представлять. Теперь, смотрите, кто-то из вас, подумайте, какую газету, какое издание вы будете представлять. Дальше. Вот ты будешь очень такой цепкой, журналисткой, немножко длой. То есть подлавливать хорошо. Ты можешь быть добра. Выбирай. Девочки тоже воспределились. Дмитрий, я добрая. Я добрая. Ну, не совсем узлая, но такая, может быть, очень профессиональная, да, трехвативная. Знаете, задавайте любые с простым вопросом, да, представляете. Выбирайся. Выбирайся. Смотрите, я расскажу в мой зал. Сейчас мы с вами будем зрителями. Ситуация будет следующая. Итак, приехала из Америки кинозвезда, очень известная, потому что здесь, значит, состоится премьера фильма, в котором она играет главную роль. Понятно, что если она кинозвезда, избалованная, о себе очень высокого мнения, журналистов очень много, не только наши, но и иностранные, они приехали сюда. Кинозвезда не знает русского языка, она будет говорить на английском. Переводчик будет переводить все, что будут говорить журналисты, переводить звезде. А то, что будет говорить звезда, он будет рассказывать вам и зрителям. Хорошо? Без проблем. Без проблем. Вот. А мы с вами будем наблюдать, каким образом, что будет составиваться. Сейчас мы пригласим. Мы готовы. Пойдемте. Пойдемте. Спасибо. Так, внимание. Так, а вот сюда, да? Сюда проходите. Держите. Где у нас красавица? Значит, это у нас кинозвезда, сейчас она все о себе расскажет, а это переводчик. По-русски, девочки, по-русски все говорят. Здравствуйте. Уважаем себя. Мы на родном языке разговариваем. Держите. 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 Меня зовут Настя. Подруга. Я кинозвезда. Настя, где-то учидают, чтобы мы могли перевести вас, да, Настя? Она здоровается. Нашу кинозвезду зовут Анастасия. Привет. Здравствуйте. Настя, ты тогда отвечаешь, когда тебе переведут. Ты не понимаешь. Ну, то есть, догадываешься, наверное, что он не улыбается, Маша? Давай, подруга. У меня есть, как бы... У меня есть свой... В общем... Своя идея по поводу пива. У меня есть свой пив. Наша кинозвезда имеет свою собственную идею по поводу фильма, который в дальнейшем она хочет создать. Мой фильм — это мистический такой, как бы... Это как мистика, но в то же время... Но в то же время это как-то реалистично, что ли. Вот. Это я придумываю из своих фантазий. Фильм является собственной фантазией Анастасии. И представляет из себя жанр, связанный, как бы, параллель реальности и фантастики. А у вас много таких идей? Спрашивают, много ли идей посещают в вашу город? Ну, на самом деле нет. Это моя первая идея за всю жизнь. Почему? Это моя первая идея за всю жизнь. А в каком первом фильме вы снялись? Какой вы первый фильм сняли? Я буду организатором этого процесса. Было сказано, что идея первая. Нет, нет, надо перевести. Я понимаю, просто до этого еще не понимаете. Спрашивают, какой был первый фильм, в котором вы снимались? Первым фильмом, в котором я сняла, были тролли. Первым фильмом, в котором снималась Анастасия, были тролли. Кто? Тролли. Да давай вопрос. Наверное. А интересно, а понравились ли ваши тролли, симпатичные зверушки, в вашем фильме всем людям, в вашем городе? А они всем понравились? А понравились ли все эти зверушки всем остальным людям в городе? Понравились ли всем людям, которые смотрели данные фейсы, те зверушки, которые... Ну, на самом деле, я не могу оценивать выбор из людей, поэтому я не знаю, понравилось кому-то это или нет. Вы, получается, не узнавали мнение ваших близких, родственников, друзей, знакомых? Узнавали ли это мнение ваших близких, родственников и друзей о конференции? Мнение родственников, друзей и близких людей вообще, в принципе, я узнавала, но не всех людей в вашем мире. Мнение близких, конечно, было учитано, но невозможно спросить всех в мире. Ну, хорошо, по рейтингам. Как ваш фильм был оценен по рейтингам и критикам? Нитрально. Давайте мы пока на этом закончим. И вопрос и к залу, и к нашим основным героям. Вот сейчас была для наших героев на самом деле очень непростая ситуация. То есть мне пришлось даже какое-то время объяснять девочкам, что значит по-русски говорить, по-русски не понимать, потом по-русски понимать и так далее. То есть работать с переводчиком. И эта ситуация заставляла, безусловно, всех, ну, журналистов, наверное, в меньшей степени, а вот наших героинь, чувствовать себя достаточно в сложной ситуации. Давайте у них спросим, как им было вымутываться в этой ситуации. Расскажите, как ты себя чувствовала, когда ты была и кинозвездой, и вот по-русски все понимала? Спокойно. Спокойно себя чувствовала? Ну, было, конечно, некое волнение, но, в принципе, как бы для меня это привычная обстановка. А привычная обстановка, она для тебя почему? Ты так часто вот так на разных языках со всеми общаешься, даже понимая, что они говорят? Ну, нет, просто я общительный человек, и много с кем общаюсь, не только как бы со своими друзьями. У меня также, как бы, были встречи со всякими блогерами и кинозвездами. То есть тебе было легко, потому что ты много общаешься, ты общительный человек, и тебе было в этой обстановке все равно комфортно? Да. Хорошо. А переводчик как себя чувствовала? Ну, наверное, самое сложное было переформулировать немножко предложения, то есть когда хочется что-то добавить, как бы уточнить, а так, в принципе, не сложно. Хорошо. Ну, то есть ты чувствуешь, что тебе удавалось вот эти переформулировки делать? Ну, в принципе, да. Молодцы. А сейчас журналистам вопрос, как вы себя чувствовали, когда были на встрече, вот вы задавали вопросы, по крайней мере, некоторые из вас. Было немного... Давай в микрофон. Было немного странно, что и звезда, и журналист говорят на одном языке, ой, и звезда, и переводчик говорят на одном языке, и, тем не менее, звезду требовалось переводить. Понятно. Давай в микрофон. А я, наконец, вот, почувствовала, что значит такое общаться с другими людьми из других стран. Но, однако, я узнала, что все-таки в других странах есть люди, которые могут понять даже журналистов и переводчиков. Понятно. Ну что, в общем, смотрите, вся наша группа достаточно успешно справилась с этим, ну, таким игровым заданием и сумела проявить определенный уровень креативности в этой ситуации. Спасибо всем большое. Ребята, вам счастливого пути, и библиотека ждет вас в гости. Хорошо? Давайте поблагодарим, пожалуйста. И, пожалуйста, не уходим. Буквально сели это две минуточки, пожалуйста, сели обратно. Итак, пока перерыв у нас буквально 2-3 минуты, кто хочет сфотографироваться с чемпионами по собиранию кубика Рубика, вот кто хочет, можно пройти, мы вам покажем. Остальных мы приглашаем буквально через 2 минуты на игру «Что, где, когда». Пошли, пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Секунду. Так. Готов? Начали. Секунду. 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 Просто раунд. Это лучшая концовка в моей жизни. Сейчас. Так. Я чего тоже будете снимать? Да, кстати. Ну это интересно. Ау. Хорошо. С чего же он состоит? Это будет? Это было? Почему она упала? Не знаю. Слишком быстрая разборка? Да. Скорость. Сейчас. Ну присесть. А где это будет? Почему? На Ютубе. Это при присаде было и канал пиблиотеки? Угу. Умеешь? Ну давай. Давай. Чуть выше сможешь руки поднять? Ну ты туда. Ха-ха-ха. Мы желаем тебе удачи. Спасибо. Приходи в библиотеку почаще и сделай здесь свои мастер-классы. Хорошо. Как тебя зовут? Меня зовут Владислав Кожин и я чемпион России по сборке с Кьюго. Удачи тебе. Спасибо. Молодые, красивые. Нам нужны. Идут. Так ответов кто ведет? Идет. Да, ведут. Два здесь у девушки и один здесь. Один здесь. Давайте здесь поставим. Один. По именам, наверное, как-то лучше. А кто у нас отвечает? Кембридж. Кембридж. Два. Кембридж. Кембридж. Команда. Команда. Мы поднимаем и говорим так просто, сразу, чтобы был драйв. Свидетельство на изобретение. Патент. Мужчина. Мужчина. Гринвич. Называйте имя и команду. Сергей. Гринвич. Гринвич. И последний, а нет, не последний. Так, собрались. Визусый матрос. Юга. Мы все равно первые. Мы все равно первые. Последний, тупой конец топора. Ого. Ирина Григорьевна. Громче. По-моему здесь есть. Я свой голос и докладил. Сергей Гринвич. Извините, может быть я на скук пытаюсь. Вы спрятите. Очки мы уже почитали. Я бы молодого человека отдал с другого. Давай. Давай. А я тебе за мной. Тимофей. А команда? Сириус. 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 Да. Скоро у нас почитается. Может быть мы пока... Сейчас все издать. Давайте мы пока идет подсчет очков. Продолжим дальше. Чтобы не заставило. Стрим-соп. Сразу после второго раунда тогда подведем итоги первого. Одной семьи. Поехали. Второй раунд. Чего вы пишите? Вон. Или что у нас пишите? Название темы мы говорим о самом-самом. Писать? Писать? Писать. Теперь писать. Да. А бумажки? Писать. 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 Поехали. Вопрос первого и второго раунда. Они появились на Руси в 11 веке и писали сначала на перераменте, а с 15 века на бумаге. Они содержат исторические сведения, о чем идет речь. Время. Их писали разные люди. О чем идет речь, что писали, что содержалось исторические сведения, легенды, что появилось на Руси фактически тысячи лет назад. Мы все их читали, особенно с школьной программой. Нужно назвать, что это такое. Продолжение следует... Они появились в Руси, писали детальщики-слители, детки, это лето и право. Следующий вопрос. Прошу. У древних греков Зевс, у древних римлян Юпитер, а как звали этого бога на Древней Руси? Пишем, нет, другую с частым лето, не пишем. Божеству омолодчим, я в суде литеров. Играет с молнией. Все ответили на это? Да. А, ну давайте прерываемся, тогда чтобы... Ответ правильный. Вопрос, еще раз, ответ. Ладно, разбирайтесь системой, я пока продолжу. Конечно, это Киру. Давайте пока продолжим. В каком режиме? Киру, точно гимнатийный металл, точно. Третий вопрос. Когда идет дождь, метет метель, поднялся ураган, говорят, что на улице непогода. А как на Руси называли хорошие солнечные дни? Время. Время? Время. Если на улице непогода, то, как же тогда хорошие... Яшик, яшик. Яшик, яшик. Вопрос на логику. Яшик, яшик. Яшик, яшик. А, нет. Все ответили? Прерываемся. Я отвечу. Если на улице когда-то непогода, то значит, когда-то наступает время для погоды. Хорошие солнечные дни, это погожие. А я в ветру. Это когда солнце, действительно. Ветра, это как-то наоборот. Нет, ветру наоборот солнце. А просто солнце. Да, ветру. Я ветру. Ветра это дождь. Нет, ветру это зной. Зной. Яркая, отсутствие дождя. Просто зной. Вообще. Вот яркое, полящее, солнце, это бедро. Да. Но это нехорошее. Про песни есть на улице дождик, бедр полящее. Давайте, блин, 200, мы будем торматься. Не будем. Давайте сразу. Вопрос 4. Это слово в переводе с латинского языка обозначает знающий, понимающий, разумный. В русском языке это слово появилось в 60-е годы 19-го века и было синонимичное выражение мыслящих человек, мыслящие люди. Впоследствии это слово начали называть официальное слово. Оно заимствовано многими европейскими языками из русского, хотя пришло в русский язык европейский. Я себя понимаю. Вопрос, что это? В официальное свой союзный язык. А не. Магия. Только меня. Вы все знаете. Этот Герман должен обозначить. Даже в сфере читает. Все написали? Я. Танечка. Да, не сказали. Я думаю, мозг умяр. И мы подсказали, как будто. Правильно. Все написали, давайте прерываем. И, конечно, это интеллигенция. И опять в черный ящик. В черном ящике находится книга, автор которой стал первым русским писателем, получившим Мобилевскую премию. Чья книга лежит в ящике? Вопрос и время. Выбор из вариантов не такой. Большой. Татьяна Санна, где ли? Пожалуйста. Татьяна Санна, где ли? Повторяю еще раз вопрос. Первый русский Мобилевский лауреат. И всего не так уж много, можно определиться, как вы помните. Открываем. Конечно, это Иван Пунин. Итоги первого раунда. Команда Гринджи. Гринджи. Пять баллов. Тембридж. Пять баллов. Сириус. Не вижу. Три балла. Оксфорд. Три балла. Ну, все впереди. У нас в перерыве еще один раунд игры со зрителями. Я напоминаю, что тянем руку и говорим. И персоналин, кто нет. Бумажка у нас. У нас есть. Гори. А здесь у нас мы с экраном. На экране три парфета. Петр Первый, Абрам Каннибал и Пушкин. Как люди связаны вместе с тобой. Смотрите. Как царь Петр Рапа жил. Я думаю, что ты молчаешься. Абрам Каннибал. Ну, как царь Петр Рапа жил. Хорошо. Вот это ваше более-менее понятно. Все. Да, да, да. Это праздник. И жили они... В Зарачи Покали. Вернее, в прошлом времени. В Мехе. Да. Все. Вот самый развернутый ответ. Ведущий. И жили как царь Петр Сергей. Отлично. Вопрос два. Назовите автора афоризма. Краткость. Сестра Аталанта. Возьма протку? Нет. Чехов. Девушка из Оскфорда. Чехов. Как вас зовут? Алена. Алена. Из Оскфорда. Череза. Правильно. Так, третий вопрос. Так, собрались... Блин, блин, блин. Я начинал. Мы с начала и мы поняли. Все. Каманда Кембридж. Кембридж. Извините. Каманда Камбридж. Так, четвертый вопрос. Хорошо, скорочтение. Лишний хамелеон. Тихо вопрос еще не прозвучал. Да, люди на самом деле... Так, и еще есть лишние. Камелеон и ревизор тут лишние. Правильно. Ну, на самом деле, сейчас пока... Это Кембридж, Каманда Кембридж. Да, да, да. На самом деле, пока не нажимайте. Тут очень быстро, очень быстро нужно собраться и замечать, кто мне поможет, кто первый скажет. Все, закрыли, закрыли. Все, получили очко. Назовите три карты, обладающие магическим действием. Только Семен Катулус. Только Семен Катулус. Все, правильно. Обладающие магическим действием. Пиковые данные. Результаты Гринвидж четыре. Что-то пошло не так-то. Кембридж пять, Сириус три, Оксфорд четыре. И общее можно сказать... Пообщее Гринвидж девять, Кембридж десять, Сириус шесть, Оксфорд семь. Дальше третий раунд называется «В гостях у Шерлока Холмса». Вопрос номер один. Ну, про Шерлока Холмса, я думаю, все знакомы. И с персонажами книг о Шерлоке Холмсе, потому что там же не только он. Первый вопрос. Кто является прототипом Шерлока Холмса и варианты ответов? Сав Артур Куман Дуэл, Роберт Льюис Тивенсон, Доктор Джозеф Белл, профессор Челленд. Прелик. Мы уже ответили. Спасибо. Доктор Джозеф Белл, профессор Челленд. Доктор Джозеф Белл. Я тоже. Вопрос номер два. Так, сейчас, вот это вот у нас есть? Да, это на каких-то. А, всё, отлично. Я просто не смотрю туда на экран. Это предметы, фигурирующие в рассказах. Игроки должны назвать произведение, и в связи с чем упоминались предметы. Первый предмет — сачок, второй предмет — мужской ботилок, третий предмет — револьвер. Это ответ — назвать произведение, где эти предметы фигурировали у одного из персонажей. Это известное произведение появилось и читали практически все, и что вы даже видели. Сачок, мужской ботилок и револьвер. Одно произведение. Вы знаете это произведение. Сачок. У одного из персонажей произведения есть и сачок, и бакинов, и одиночный револьвер. Ну, отвечаем. Да-да-да. Это собака Баскерилия. У доктора Степлтона был сачок, он увлекался энтомологией. Ботинок он украл, насколько помню, Генри Баскерилия. Револьвер я не помню, как нафигурировал, но вроде бы был. Пропускаем следующий вопрос по техническим причинам, не надо его читать. Идем и переходим к вопросу 4. Оружие Шерлока Толмса. Каким оружием владеет Шерлок Толмс в рассказах и повестях Артура Фомен Дойля? И варианты ответов, один из которых вам надо выбрать. Револьвер, стилет, трость, хлыст, духовое ружье. Или револьвер, сабли, трость, хлыст. Или револьвер, шпага, трость, хлыст. Револьвер, стилет, хлыст, 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 хлыст. Он владел джиу-джинсу. Борьба была, безусловно, мы говорим об оружии. А должны в частнике что записать? Один из трех вариантов ответа. Да, его арсенал персональный перечислить, но как будто... Все записали, все записали. А правильный ответ... Давайте открываем. Правильный ответ, револьвер, шпага, трость, хлыст. Второе, у нас ответ, готовность противника. Она же тонкая, особая тушь. Следующий раунд закончился. Мы собираем бумажки... Три. Три. И игра со зрителями. Опять же на тему Шерлока Колмса. Так, у нас бумажка есть в команде? Да. Вы готовы? Первый вопрос. Собрались все... Адрес Шерлока Колмса. Три. С номером дома. Двадцать один. Я? Правильно. Команда, имя... Адрес Шерлока Колмса. Б. Вопрос два, сложный на самом деле. Имя доктора Отсона или Ватсона? Джон. Кто? Вы? Это не полное имя. Это правильно, это нормально. Точно. Джеймс или Джон, разные варианты. Джон, правильный. Так, третий вопрос. Музыкальный. Крипка. Кембридж. Да. Подметки рвут просто. Вопрос четыре. Имя брата. Кто сказал первым? Я сказал Майкл. Мы сказали первым. Мы имени назвали. Мы сказали брат первым. Майкл. Майкл. Кто сказал первым? Я сказал. Кембридж. Извините, я не спел просто. Твое имя тоже. Можно чуть, можно я буду вначале говорить вопрос, а вы выводите на экран, потому что я после обвинения, я не спел, а мне узы кричат. Так, в каком, даже просто, давайте я говорю, не листайте, короткие вопросы. В каком рассказе, сложный вопрос для меня, по крайней мере. В каком рассказе Шерлок Холмс впервые попробовал себя в роли детектива, сыщика любителя? Майкл. 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 Все. Девушка в зеленом. Оксфорт. Правильно. Я не знал, честно. Это сложно. Сложно. Ну что же, мы почитали результаты. А результаты победителей персональных турниров мы почитаем, пока идет в тур. Значит, за третий раунд Гринвич получает два балла. Отъясню, почему вы написали только доктор. Не указали, кто именно, поэтому балл. Просто мы увидели, что тогда мы хотим протестировать. Доктор Пилюйкин, наверное, лапусь. Доктор Пилюйкин. Да. Кембридж три, Сириус два, Оксфорд три. Итого за три раунда Гринвич одиннадцать, Кембридж тринадцать, Сириус восемь, Оксфорд десять. И на последнем раунде даже отстающие команды могут отыграться. Объясняю, почему. Раунд достаточно сложный, так как не будет больше вариантов ответов. И за правильный ответ команда получает два балла вместо одного. Так что, друзья, советую собраться. У всех есть сейчас шанс на победу. Начинаем. Новая бумажка, да? Первый вопрос. На листочках, на листочках. А, стоп, секунду, секунду. Уже полный момент. Да-да-да-да. Всем засчитайте. Всем засчитайте. Да-да-да. А что за вопрос? Голландцы говорят, Лежите там. А вы землю. Всем засчитайте. А писать куда? Сюда? Давайте сюда. У вас есть. Спасибо. У нас есть 30 секунд. По 30 секунд. По 30 секунд. По 30 секунд. Тогда дополнение у нас по 30 секунд. Следующий, ладно, вопрос. Ай. Да что ж такое. Давайте я буду читать. Давайте без остановки. У кого-то таймер есть? Поставь. Возьмите, пожалуйста. Раз у нас такая система. 30 секунд. Когда я говорю время, засекайте, пожалуйста. Да. А я пока говорю вопрос. Один сорокалетний человек заявил, что у него было только 10 дней равных. Он родился? Нет! 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 Это писать надо! Это писать надо! У вас рефлекс уже срабатывает. Не говори, мы пишем! Пишем! Сейчас же раунды пошли уже. Это раунды, это тур. Смотрите, вы прочитаете. Ну так видно. Большое звучит. Я уже испугался, что у меня слово идет за спиной. Один сорокалетний человек заявил, что у него было только 10 дней рождения. Могло ли такое быть и при каких обстоятельствах? Почему? Объясните. Ну это на самом деле просто. Если же такие несчастные раунды. Есть. Ну нет. Как я понял, все ответили. Да? Да. Хорошо. Следующий вопрос. Нил, Дунай, Ганг, Дон. Эти реки протекают по разным странам. Эти нет дома. Названия их означают одно и то же понятия. Какое... Да, да. Чуть-чуть в сторону. Все. Такое время... Пошло. Пошло. Что означает в переводе на родной язык? Понятие. Да. Да. Это одно и то же понятие физическое. или химическое. Или я уже не знаю. Какое. Перевод. А перевод. На русский язык что это понятие означает? Время. Ну, ответ это вода, конечно. Четвертый вопрос. Как меня забрали? У вас не будет. Давайте лучше я прочитаю, а потом, чтобы не было веселья. Читаем быстрее. Некоторые историки считают, что если бы Наполеон засекретил это изобретение повара, французского, как понимаю, то он смог бы завоевать весь мир. Назовите это изобретение. Время. Что изобрел французский повар, что могло бы помочь армии Наполеонов в завоевании мира? Повар, скорее всего, это связано с едой. Армия идет куда-то дальше, идет, придет. Не нужно что-то есть. Что изобрел повар? Что-то связанное, скорее всего, с едой я могу рассказать. Для армии. Время. Написали. Время закончилось. Ответ. Пожалуйста. Татьяна Михайловна, я написал метод консервации. Просьба. Я думал, это нормально. Пятый вопрос пока не надо, я прочитаю. Это усовершенствование в одежде изобрел американец Джутсон. Однако коммерческого успеха он не добился. Лишь после того, как американский флот заказал количество десяти тысяч штук для комбинационов морских летчиков, Одна из фирм использовала это для запожек. Изобретение стало популярным во всем мире. Что же это? Время! 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 И так, дорогие друзья, сдаем бумажки, подсчет голосов придем, и не забываем, что за правильной эксплуатурой получает плачка. А сейчас мы можем объявить, наверное, победителей персонально. Доктор Михайлович, честно, написал до окончания времени. Сейчас посчитаем и персональные, и общие программы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Greenwich ДимаTorzok 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 Космос Не выговаривают Wandи어요 А вам не что Девушки я тоже сам дам Пожалуйста Конечно же, для молодого человека Это и самое приключение Которое мы можем Только предоставить в книгах Это Луи Бессонар Похитители бриллиантов А вам, пожалуйста Великие исторические персоны Геберт Уэллс Кому мы еще не вручили Они и так зайдут И мне хотелось бы, чтобы мы сделали Такое, давайте, общее фото Чтобы на память все это у нас сохранилось Пожалуйста, давай Все встали? Все Слезали? Папни, малыши вперед Не знаю Друзья Внимание, делаем фотографию общую Просим всех присоединиться Друзья На заднем плане Пожалуйста, приходите к нам Так Немножко Последний ряд Я так в машине Вот, очень красиво Иди отсюда И чуть поближе, да? Ребят, на первом ряду Присядьте на стульчике Подтяните к себе стулья Возьмите стулья Присядьте, пожалуйста Так всех будет видно Молодой человек Стульчик возьмите Присядьте рядышком С праздником! Ура! Еще два кадра Раз Два Три И еще один Раз Готовимся Два Три Спасибо большое С праздником! Продолжение следует...